Всем салям, друзья, с вами Даник и, конечно же, мой любимый! Сударь! Сегодня, друзья, мы подумали, а почему бы не попробовать сверхнеобычные блюда в Москве? Вот! Да я бы нечего добавить, он мне звонит в такой вечер, Сударь, завтра надо сниматься, я такой, Даник, завтра у Стаса день рождения! Он такой, надо! Что делать будем? Жрать! Перед днем рождения Стаса? Да! Я готов! Поехали! Конечно, я позвал Сударя, потому что вам очень понравился предыдущий ролик, где мы объедались просто всем подряд. Сегодня мы будем объедаться, но очень необычными блюдами и продуктами. Ребята, мы начинаем. Подпишись на канал, поставь лайк, напиши коммент, какое самое необычное блюдо пробовал ты. А мы начинаем! И бешбармак пошли есть. Знаешь, почему я не сделал переход? Почему? Потому что забыл кошескайф. Да. Что вы не только и кушаете необычное блюдо, так вы еще это делаете необычным образом. Жопой? С жопой я не пробовал. В Сауспарке была эта серия, когда жрали с жопой и срали ртом. Мы начинаем! А что если нам с тобой пробовать блюдо по очереди с закрытыми глазами? Это член коня. Это реально член. Это реально ужасно. Я просто звонил, узнавал, есть ли у вас меню лягушачьи лапки. Красиво. Ощущение, что это какой-то слизень жареный. Вау! Вау! Это хвост бобра. Тихо! Ребят, на очереди у нас ресторан в темноте. Очень необычное место. Там, получается, слепые, да, там слепые официанты. Подожди, сейчас я прочитаю, что здесь написано. Даник, подпишись на его канал. Даник, подпишись на его канал. Да, и канал Даника, подпишись на этот канал. Офигеть! А почему не написано? А потому что вот, чтобы так. Здесь полная кромешная тьма. Ты просто выбираешь меню, но ты не знаешь, что там будет. Подожди, а что? Это фиаско, братан. Слушай, ну я вот знаешь, что подумал? Что? Этот ресторан мне дал небольшую идею. А что, если нам с тобой пробовать блюда по очереди с закрытыми глазами? Ну, ролик был прикольный. Ставьте лайк, пишите комментарии, и он один пойдет пробовать все вслепую. Чувак, мы с тобой добирались до Питера вслепую. Я знаю, это совершенно другое. Тут есть надо что-то. Так, а я тоже буду. Я тоже буду. Давайте вы по очереди будете слепыми, а я вам буду заказывать блюда. Так, зайдет. Ты мне больше доверяешь? Я бы ему вообще не доверялся. Суды всегда чувствуют какой-то подвох. Возможно, он есть. Возможно, его нет. А когда его не было в твоих роликах, расскажи. Это получается какой-то каламбур. Суды думает, что подвох есть, но его придется ему съесть. Ту-дум. Погнали. Пусть канал сам ведет уже. Денчик вообще это отдельная песня. Я не знаю, это какой-то позор. Ден, уйди, пожалуйста. Все, хватит, надоело. Ты уволим. Блин, бро, я знаешь, что недавно рассуждал? А что? Что мой канал превратился, знаешь, во влог, как в старые добрые. Так. Только с определенной тематикой. Какой? Вот я выбираю там, допустим, мы идем с тобой кушать, притягиваем неудачи. Вернулись к тому, с чего начали. А я и не против. Ты думаешь, я бы соглашался, чтобы ты был не влог? Подписывайся на канал, ставь лайк, пишите комментарий. Так, Дэн, а теперь ты можешь расскажешь нам, куда мы едем? Мы едем в ресторан, называется он... Ты еще не выдумал, да? Давай типа этого не было. Слушай, Дэн, а в какой ресторан мы едем? Да, Дэнчик, расскажи нам. Так, блин, сейчас. Мы едем в ресторан, называется он Сайгон. А где мы? Да я вообще не пойму. Бл***ь, Самара красивая. За 15 минут доехали. Дэнчик, я надеюсь, мы не здесь есть будем. Вы думали, вы будете есть в рейстиках и прочих? Сударь, помнишь, ты как-то раз с Диманом был бомжом? Я-то это помню прекрасно. До сих пор вкус во рту. Что бы ты сказал, если бы я вообще тебе сказал, что ролик немножко другой. Ну я бы сказал, пошел в хуй. Надо найти ресторан, он называется Сайгон. Скорее всего там. Я здесь ни разу не был, поэтому надо искать. Ну новый челлендж, ребят, найти ресторан без интернета. Парни, я вам хочу обломать челлендж, я знаю, где он. Реально? Серьезно? Нет, ты знаешь, ты мог как обычно свои вот эти экстрасенсорные способности проявить и типа сказать, что ты знаешь. А, да. Ребята, если вы хотите, чтобы мы проверили экстрасенсорные способности сударя, набираем 200 миллиардов лайков и мы едем это проверять. А что вы скажете на то, если что я вас на**бал? Да, это похоже на то, кстати. Вот так вытяни, руку вот так вытяни, прочувствуй. А, да, да, да. Так, нам сюда. Нифига, ребят, смотрите, какое необычное место вообще. Нам, пи***ц. Офигеть, слушай. А теперь считаем, что написано снизу. Кафе вьетнамской кухни. Блин, пахнет фу-бо прямо отсюда. Да, но мы скорее всего не фу-бо есть. Вы знаете, что есть во вьетнамской кухне? Манго есть там, есть говядинка, лапшичка рисовая. Стой, а вот это вот рыба, которая опасалась? В Японии мы были опасны. Фуго. Фуго? Нет, фуго и в Японии. А, это вьетнамская. А теперь Женя сейчас ставит кадры, про что я имею в виду. Женя ху**бил просто. Я был куис, Женя прям здесь, в реальности. Забегает Женя с картиной. Во вьетнаме едят много насекомых. А, пошли. Паукообразных и прочего. Какого? А? Каких? Ну, таких. И? Паукообразных? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я просто звонил, узнавал, есть ли у вас меню лягушачьи лапки. Они у вас есть, правильно? Вы сразу поняли, что это или... Ну нет, тут как бы, по-моему, все видно. Блядь, сразу понял. Не, смотрите, понятно, что это лягушачьи лапки, но... Ты посмотри, у него пальчики даже есть. Ой, су, так же я тут мне это показал. Ты на самом деле здесь лучше видишь, смотри. А, во, прям жопа. Смотри, пальчики какие. На самом деле, не так уж мерзко выглядит. Выглядит это мясо? Нет, это прям мерзко выглядит. У меня тут пол лягушки. Смотри. Можно я себя успокою? Смотри сюда, пол лягушки просто. Я никогда не пробовал, но говорят, что очень похоже на курицу. Ребят, во-первых, мы решили в первом ресторане пока без закрытых глаз, потому что мы боимся. Я думаю, ко второму ресторану мы немножко разгонимся и закроем глаза кому-нибудь из нас. Окей, let's go, пробуем. Сальтосекс сделал. Подожди, как это говорится? Лягушачьи лапки чек. Давай чекнемся. Это мерзость. Это мерзость. Кто сказал, что на курицу пох***ть? Я. Ну это кто-то говорил в вирусах точно. Не, ну я не знаю, что сударю так не зашло. На самом деле, это реально ужасно. Тут болотный какой-то привкус вот этот. Ладно, Данечка, ты готов попробовать? Ну я, ну в принципе, да. Нет, нет, раз ты пришел, попробуй. Я попробовал, мне не надо. Ну отдает, да, привкус? Да говно, бля, ужасно. Знаете, тут все сделано. Вот этот перец, очень много перца, вот этого какого-то соуса. Все для того, чтобы отбить запах. Он не сбился. Наверное, с закрытыми глазами даже было бы проще. Считается, возможно. Не, возможно. Ты еще даже не знал. И проецируешь в голове это, и становится как бы... Ребят, на всякий случай скажу, что у нас задача как бы не съесть все. У нас нет челленджа съесть все. Мы просто пробуем здесь необычную кухню. Так что не нужно в комментариях писать, что сударь попробовал чуть-чуть, и все, и больше. Не, я могу еще попробовать, но я наблюю здесь. Не, не надо, не хочу, я не хочу. Просто знаете, какая еще тема, ребят, есть чисто психологическая? Осознавать, что это реально жлягушка. Ну не то жлягушка. Да то, что это лягушка, пофигу. Вкус отвратительный. Возможно, мы сейчас дойдем до какого-нибудь ресторана, где я не смогу съесть, а ты сможешь. Ощущение, что это какой-то слизень жареный. Открывай. Этому блюду мы ставим большой жирный дизлайк. Кстати, давайте так. По десятибалльной шкале что поставим этому блюду? Ну, два. Ну, два, наверное. Нет, просто я тебе объясню, почему два, потому что единица — это просто земля. И то чернозем не так уж и плохо. Жирненький. Ну, подожди, перейдем в трейлер. Я очки переодел, заметили? Да. Вы, наверное, думаете, в другой день снимали, что ли? Нет, нет, нет. У него одни очки сломались, другие он одел. Отлетело ушко, видишь? Да, в трейлер. А ты знаешь, куда идти, Дэн? Нет. Я так же, как и вы, во всех этих местах первый раз. Баджер, 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 баджер. А вот он. Рил? Да вот, отвечаю. Вы думаете? Ну, если подумать, то он сюда. А, ну да. Ну, тут очень мне нравится. А есть предположение, на чем специализируется это заведение? То есть у вас уже есть предположение? Да нет. 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 Даже название не понятно. Вообще нет. Ребят, 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 ребят. Мы будем есть говядин. Красиво. Какая штука, турбина. Всем привет. А на чем у вас специализируется заведение? Смысливо. Как я завидую работе с... Так вот, да. Мы тут недавно со Стасом сняли ролик. Самые дорогие продукты. Ссылка в описании. В принципе, очень мерзко проводим время. Так мерзко, мне никогда в жизни не было, Дарик. Проводить бы так мерзко время почаще. Давай скинемся, кто с закрытыми глазами пробует сделать блюдо. Су-е-фа, су-е-фа, су-е-фа. А потом не ножницы? Только первые ножницы. А надо... Ладно, ладно. Хорошо, я с закрытыми глазами. Окей. Блин, я даже на самом деле немножко завидую. Может, все-таки без первых ножниц? Не-не-не, все уже, все. Все. Так, ну что, погнали загадывать блюдо нашим сладким персом. Вот мне максимально нужно удивить людей. Один из них будет с завязанными глазами. Вообще не вопрос. Вот сколько блюд нужно будет? Два. Слышите, у нас, по сути, двое блюд. Чисто теоретически, одно блюдо может один завязанными глазами попробовать, а другое, другое. За твое здоровье. Ты что, Сударь, вот иногда выдашь что-нибудь, я прям охренею. Тут более настоявшая, если мне больше нравится. Я шучу, я не попел. Надо было разбавить. Вот вы у меня на ручке. Как ваши дела? Лайк поставили? Поставьте лайк. Блин, опять эта вот штука. Блин, еще нос закрыть? Ну ладно. Не, нос тебе не закроем. Ты будешь чувствовать запахи. Сударь уже офигевает. Да, Сударь, да. Вы что, пацаны? Да нет. Да вы что? Да нет. Сударь удивился. Да, чувак, я удивился. Для Сударь это будет интересно. Открывай рот. Открыл рот? Ага. А теперь красивый кадр. Ну это не мерзко, типа, это похоже, знаете, на рассол. Знаешь что, это? Что? Это грибная Мэри. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я думал, он мерзость какая-нибудь достанется. Я Кава Мэри не пью, но это вкусно очень. Это очень вкусно. Это реально вкусно. Типа здесь и рассольчик есть, и грибочки есть. Вау. Оно. Вау. Я вообще грибы не перевариваю. А не любишь? Ну, типа, здесь это вкусно. Я всю жизнь не любил грибы, но полюбил их, наверное, года три назад. И вот прям все. Я люблю маринованные, соленые, шампиньончики люблю. А вот так, чтобы грибной дошить, кто из грибной дошить, вы извращенцы, честно. Это те же самые люди, которые едят пиццу с ананасами. Я извращенец. Я в курсе. Но я не про пиццу. Ага. Ну что, друзья, теперь вы у меня на ручечке. Саня, ты готов, сударь? Да, я готов. Так. Ну что скажешь? Ну... Блин. Это многообещающе. Тогда я подумаю. Это грибы. Ну да. Я предполагаю, что это что-то тушеное. Возможно, со сливками. Скажем так, сударь, но когда посмотришь на это блюдо, не подумаешь, что здесь что-то необычное. То есть суп? Нет. Но я думаю, что тебе пора пробовать. А я, может быть, не хочу. Большой кусь. Большой кусь. Это похоже на... По текстуре на гриб, который такой, знаешь, страх этого самого... Трипофоба. Который с дырочками. Я не помню, как он называется. Сморчок, может, или... Сморчок? Нет, нет. Нет. Не оно? Не оно, да. Направление правильное. Направление правильное. Давай отдельно попробуем. Давай. У меня два варианта. Так. Это либо древесный гриб, либо этот самый. Либо этот самый. Это было хорошо. Это было хорошо, сударь. Ты попал. Сюда. Как ты это делаешь? Как ты такой проницательный? Ты в прошлом ролике... Что с тобой не так? Что я с тобой не так? Где третий глаз? Ну, пацаны, ну простите, пожалуйста. Я больше так не буду. Обалденно. Очень вкусно. Ты специально с панданой ходишь? Прячешь там третий глаз? Ты слышал, что сказал официант? А? Посмотрим, что будет далее. Гриб очень хорош. Очень вкусный. Мне они нравятся маринованные очень сильно. Лайк, ребят. Поставлю этому блюду 8 из 10. А так на ой. Лучшее описание кухни, которое можно выдать. Решайте сами. Я все-таки говорю, что это что-то с сыром. Я думаю, там тесто есть. Ну, запах теста. Нет? Пахнет жареным. Пахнет вкусно. Давай признаем это точно. Ну, вкусно, вкусно, ладно. Ты скажи, это суп может быть, чтобы мы там вилку... Вилка это, блядь, суп. Они с вилкой, да? Ну, как-то нащупаете что-нибудь, берите в рот и погнали. Есть предположение, что это хоть малейшее? Это грибы. Серьезно? Да, серьезно. Оно не односоставное. Тут есть еще одна хрень. Тут, короче, сметанка с зеленью. Я пока не почувствовал сметанку. Покрути по тарелке там вилкой, пошел, люди взял. Как же это ужасно выглядит, сын. Блин, странно, да? Это что, яйцо, блядь? Это яичко. Это яйцо, грибы, зелень, лук. Какие грибы? Ну, я в грибах вообще не разбираюсь. Ну, блин, мне опять кажется, что это что-то связанное вот с этими же грибами. Древесные типа? Ну, нет. Я не помню, как они заняты. Они такие продолговатые, но у них дырочки такие, как сеточка такая. Ну, можете, мне кажется, снять уже маски, на самом деле. Сморчок так и выглядит, нет? Сморчок задрал. Да ладно, ты задрал. Серьезно? Ну, ребята, спасибо. Я погнал, короче, ничего необычного. Ну, слушай, они выглядят не очень. Выглядят, да. Ой, кстати, да, у меня же трепофобия. Ты реально сейчас? Ну, это очень вкусно. Ну, вкусно. Знаешь, мне с повязкой больше нравилось. А ты так поешь. Да что, ты прям сильно сейчас страдал. Я переживаю, что это шведский ресторан. Здесь сюрстреминги. Это ферментированная сельдь. Это всякое... Слушай, ну, давай так. Пока что, ну, не скажите, что было все так ужасно. Да, вообще было прекрасно. Нет, грибы потрясающие, невероятные. Грибы просто супер. Поэтому это тоже, это ресторан, это центр Москвы. Да, он специфичный, но я не думаю, что там будет все так плохо. Хотя я постараюсь сейчас вам заказать самое плохое. Да, да, да. Окей, ладно, пойдем. Так, почему мне кажется, что мы пока ходим просто по каким-то супер топовым местам? А почему нет? То, что я сейчас заказал, я не знал, что вообще это можно есть. Ребят, я не знаю даже, как это выглядит. Я представляю, как это выглядит в природе, скажем так, но я не могу себе представить, как это выглядит в приготовленном виде. Давай, братан. It's my turn. Your turn. My turn, окей. Let's go for it. Let's go for it. Ну, я тебе честно скажу, выглядит не очень. Тебе же тоже это пробуют, ты понимаешь? Я понимаю, поэтому я и с опаской это говорил. Слушай, на самом деле я без понятия даже, что это может быть. Я тебе там понюхать сначала. Я, если честно, думаю, что по вкусу это должно быть максимально невкусно сейчас. Понюхай. Может, не надо. А теперь открывай ротик. Так, если что, вот здесь водичка на правую руку. Это, кстати, тоже специфичная очень водичка. Ладно, скажи. Это очень вкусно. Вкусно? Да ладно. Да. Серьезно? Да. Выглядит максимально невкусно. Почему? Ну, это не печень, кстати. Но печень была бы более невкусная. Я тебе маленький кусочек, там без лука. Открывай. Это что-то жилистое. Как будто же... С прожилками, да. Ну, это какие-то потрошка. Я не знаю, но... Это член коня. Да я шучу. А чей тогда? Ну, говори, что это. Это реально член. Как вы думаете, кого? Погоди, это реально член? Ты только что съел член. Вы че? Нет, чуваки, ладно, я шучу. На самом деле, это хвост бобра. Тихо. А запивали это вы че? Я вообще не запил, подожди. Сейчас, секунду. Когда запиваете? Это что-то с кровью. Почти. Это копченый сыр и ягоды жимовость. Ну, почти кровь, да. Офигеть, как это вкусно. Это очень вкусно, чувак. Блин, по названию, по внешнему виду, если честно, это прям... Это был член вы че? Ты когда сказал, что это член, чувак? Ты реально на себя? Я поверил. Это очень похоже. Чувак, это самое нежное мясо, которое я когда-либо пробовал. Это, мне кажется, 10. За счет необычности, за счет вкуса, за счет соуса. 10 не у тебя никогда остались. 9,5. То есть мешум, окей, просто вкусно поели грибочков. Здесь хвост бобра, ребят. Лайк. Тысяча бреда вас! Ура! Собственно, приехали в рыбный ресторан, называется Буябес. Денчик нам тут подготовил еще одно блюдо. Так что сейчас будем пробовать. А ты готов? Морепродукты. Да, у меня вообще... Там может быть много чего. Я рыбу вообще не люблю. Вот-вот. А я люблю... Ни рыбу, ни морепродукты. Слушай, прям не любишь? Слушай, я знаешь, что я понял, что мы уже в четвертом рейстике. Так. И мы ни разу не сказали, хватит болтать. Погнали! ЖАЙ! У вас рыба есть? Да, конечно. Все, супер. Вот мы опять в каком-то супер пафосном месте. Видели, когда эти ножи для остриса? Я тот только что увидел. Я сейчас уснул. Почему? Потому что здесь хочется, мизинчики автоматом сами наверх поднимаются. Ребят, давайте так. Пускай они наберут... Сколько лайков? Три. Три? Три лайка. Давайте, хорошо. Они набирают три лайка. И мы едем в самые ужасные места Москвы. Кстати, самые... Пошел ты в жопу. Самые ужасные просто. Мы поедем в замка. Это офигенно. Ребят, давайте сто тысяч лайков. Я в таком виде не поеду. Типа там можно гребсти. Ну, поедем тогда... Голый. Не-не-не, сольемся с местной фауной. То есть смокинг. Смокинг. Вот мне нравится, что ты мне с полуслов. Ребят, сто тысяч лайков. И мы с Сударем едем пробовать еду в самые загаженные, в самые страшные, самые дешевые рестораны. В Москву. Сударь, скажи, скажи, пожалуйста. Ну, смотри. Я блевать не буду? Не-е-е. Сударь. Не-е. Ух ты. Ну ты профессионал. Я просто видел, неоднократно, как это делается. Даник, ты готов? Ты уже прям все кладешь? Да. Открывай рот. Твои предположения? Чуть-то ему не зашло бы. Помните вот Рон Уизли в вот этих вот... Слизни? Слизни. Вот ощущение, что это какой-то слизень жареный. Открывай. Улитки. Ты никогда не пробовал, получается? Никогда. Но они очень вкусно пахнут, согласись. Вот я так доставил. Ой, как выглядит чувашка. Ты мне это в родосу? Сударь, я тебе это в родосу. Несите швабру. Да, по ощущениям, как будто ты съел мидию, но не очень своеобразный такой постмолочный привкус какой-то остается после нее. Ну, сударь, ты подсел на улитки. Это вкусно. Блин, какой же он все-таки иногда бывает абсолютно безэмоциональный. Ты бы видел, как он в тарзанке прыгал. Я думаю, это будет хуже. Это прям имеет место быть. Это вкусненько. Улитки топ за свои деньги, но нет. Но нет. Мне последняя попалась как будто такая, знаешь, с землистым вкусом отвратительная. Ну что, ребят, это был отличный день. Че, 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 подожди, подожди. Ты такой, дурак. Просто люди что видят хроны, что ролик еще не заканчивается. Я хочу вам сделать небольшой эксклюзивчик, но вы должны закрыть глаза уже прямо сейчас. С момента, как вы сядете в такси, даете до этого места. Я не что-то придумал. Может, домой поедем? Ладно, че ты колись, давай, че придумай. Ладно, давай так, без сюрстреминга. Без, без, без. Если меня блеванит, я тебя убью. Давайте так, давайте так. Я вам, это не то, что подсказки, я просто скажу, вы это уже пробовали. Как там у нас в прошлом ролике? Ты подпрыгнул, и все было нормально? Да, да, да. Раз, два, три. Я вот тут. Вы просто идете прямо, ребят. Дэн, ты понимаешь, что мы уже поняли, что мы на вокзале? А, блин. Короче, можно снимать, Дэн? Так понятно, что мы... Ладно, хорошо, можете снимать. Я хочу, чтобы вы попробовали здесь самую дешевую шаурму. Когда ты его уволишь? Сегодня. Подожди, вопрос. Вот вы не кайфанули разве сегодня? Ну, кайфанули, ладно. Кайфанули, ладно. Кайфанули, кайфанули. То есть, один ролик, где вы кайфуете, другой, где блюете. Все, должно, понимаешь? В этой вселенной должно все развешиваться. Слушай, мы здесь гораздо более радостные, чем когда лягушачьи лапки ели, чем когда улитки капали. А заметьте, это настолько наша привычная, любимая еда, на самом деле. Спасибо большое. В общем, прикол. Наши желудки уже приспособлены к данной еде. А улитки, лягушачьи лапки, это все... Это странно. Это все странно, да. Дэнти красавчик. Дэнти хорош. Мы сегодня ели всякую гадость. И не гадость. Но нет ничего роднее шабы. Даже на вокзале. Ребят, шаурма топ. Реально вкусно. Но не это. Но не это. Самая вкусная всегда шаурма возле твоего дома. На самом деле, сегодня был интересный день. Очередной раз убеждаюсь в том, насколько профессия блогеров открывает тебе вообще новые впечатления, новые эмоции, новые вкусы. Мы сегодня попробовали и лягушек. И улиток. По этому видео лайк, если вам было так же классно и весело, как нам, сударям. И на твич заходите ко мне. На твич, сударя, я даже уже не говорю, понимаете? Вы там обязаны быть. Потому что там человек действительно старается и делает контент. Всем пока. Еще увидимся. Блин, душевненько сегодня было. Да, мне понравилось. Мы просто погуляли. Угу.